Уважаемые коллеги, ну как уже мы все убедились в своей практической деятельности, без онкологической настороженности решить проблему борьбы с онкологическими заболеваниями невозможно. Значит, онкологической настороженностью должны заниматься не только врачи всех специальностей и медработники всех специальностей, но и население. Ну, дело в том, что ни для кого не секрет, врачи-онкологи ранней диагностики онкозаболеваний не обучены. По той простой причине, что делать они этого не умеют. Дифференциальные диагнозы между различными заболеваниями врачи-онкологи проводить не могут. Ну, не потому, что они плохо учились в институте, а только потому, что это не входит в их непосредственную деятельность. Врач-онколог должен пациента лечить. И наблюдать. То есть пациента, у которого установлен диагноз онкологического заболевания. А вот врачи всех остальных специальностей, они по ходу своей работы так или иначе проводят презентацию. Поставьте, пожалуйста. Они проводят дифференциальную диагностику и соответствующим образом так или иначе должны проявлять онкологическую настороженность, равно как и это должны делать пациенты. Пациенты старшей возрастной категории для реализации онкологической настороженности, то есть самых смелых и, так сказать, наших надежд, оптимистических ожиданий, является, с моей точки зрения, самой правильной группой пациентов. Простите, а что нужно сделать? А, извините. О, прошу прощения, господа. Жду чуда. Значит, а пациенты старшей возрастной категории – это самая, ну, правильная группа населения, потому что именно период так называемой осознанной молодости и позволяет пациентам уже обращаться к врачам и более бдительно относиться к своему здоровью. Онкологическая настороженность подразумевается настороженное отношение к любым неясным симптомам, которые не вписываются в схемы привычных болезненных состояний, и видеть в них нужно прежде всего проявление рака. Помните, что все заболевания человека делятся на две категории. Есть болезни, которые угрожают качеству жизни. Ну, например, дефицит волос на голове имеет медицинский диагноз. Но с этим можно жить достаточно долго. И если еще и заниматься психотерапией, то с очень высоким качеством жизни. А есть болезни, которые угрожают самой жизни. К этим болезням относятся и злокачественные новообразования, потому что здесь одной психотерапией, к сожалению, не поможешь. Очень часто во время дифференциальной диагностики пациенты и врачи не очень хотят задумываться о слове «рак». Ну, как бы отдавая внимание, что слово такое не очень звучное, и сейчас очень много об этом говорят, и все это как-то пока безрадостно. Но врач не имеет права на это. Врач обязан сначала думать о самом плохом, а потом уже, собственно говоря, думать о хорошем. Это работа врача. У врача, к сожалению, миссия такая, что вот все, что хорошее, это от Всевышнего. А вот все, что плохое, врач должен предусмотреть. Пусть лучше опухоль не будет обнаружена, нежели она будет пропущена. Но пока мы именно диагностируем рак, то есть констатируем факт его появления, но не выявляем активно. Сигналов онкологической опасности всего семь. Это необычное кровотечение или какого-либо рода выделение, уплотнение или утолщение в молочной железе или где угодно на теле, любая длительно незаживающая язва, нарушение в опорожнении кишечника или мочевого пузыря, охриплость голоса или длительный кашель. Ну, охриплость голоса, разумеется, те люди, которые являются человеком слова, то есть их основной вид жизнедеятельности заключается в том, что они все время говорят. У них, естественно, существует профессиональная хрипотца. Речь идет об охриплости голоса у тех, кто занимается делом. Ну, есть человек слово и есть человек дело. Это, как правило, разные люди. Длительный кашель, безусловно, должен настораживать и не нужно к этому относиться таким образом, что это как-нибудь пройдет. Следующим сигналом онкологической опасности является расстройство пищеварения или трудности при глотании и любые изменения в бородавке или родинке. Несмотря на то, что сегодня, допустим, та же ПЭТ-КТ-диагностика, то есть позитронно-эмиссионная томография в комбинации с компьютерной томографией, так называемый гибридный метод молекулярной визуализации, становится уже рутинным методом исследования, в том числе и в нашей стране, на сегодняшний день и в нашей стране, и во всем мире основой онкологического диагноза является биопсия, гистологическое исследование, если надо, иммуногистохимическое исследование. То есть без морфологической верификации говорить об злокачественном новообразовании, то есть наличии злокачественной опухоли у пациента, является, в общем, не совсем корректно с учетом технических возможностей современной клинической медицины. Позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией является дополнительным методом углубленной диагностики при наличии у пациента гистологического подтверждения злокачественности опухоли. То есть на ПЭТ-КТ человек должен идти с гистологией, в которой написано, что у него в том или ином месте выявлена злокачественная опухоль. Дело в том, что ПЭТ-КТ имеет не только свои диагностические возможности, но и ограничения. Возможности ПЭТ-КТ зависят от морфологической структуры опухоли. ПЭТ-КТ хорошо видит часто встречающиеся гистологические формы. Это прежде всего плоскоклеточные раки и аденокарциномы, но аденокарциномы не с повышенным слизеобразованием. Редко встречающие морфологические структуры для ПЭТ-КТ вызывают сложности, либо нужен другой радиофарм препарат. Наиболее часто там 18 фторгозоксиглюкоза. Ограничения ПЭТ-КТ связаны, конечно же, с размерами опухолевых очагов. То есть самые смелые специалисты в области ПЭТ-КТ утверждают, что они могут увидеть метаболические изменения в образованиях размером от 5 мм, но таких все-таки меньшинство. Большинство специалистов утверждают, что от сантиметра. То есть канцероматоз брюшины у больной раком яичников, у которых никто ничего не видит, но медленно растет СА-125, вероятность, что увидят на ПЭТ-КТ небольшая. Диагноз – это заключение о сущности болезни и состоянии пациента, которое выражено в принятой медицинской терминологии и основано на всестороннем систематическом изучении пациента. Дело в том, что само понятие диагноза не изменилось за последние 2000 лет. Ну, то есть только сколько существует поднебесная и соответствующим образом сколько существует медицина. Но в нашей стране, в том числе благодаря и врачам, в отношении онкологических пациентов произошло некая подмена понятий. То есть у нас принято считать, что наличие гистологического подтверждения злокачественности процесса – это диагноз. И соответствующим образом пациент, как правило, это происходит с ним на этапе первичной диагностики у врачей первичного звена, то есть он приходит, например, делает ФГДС, удаляет полипчик, там обнаруживают злокачественные клетки, отправляет в онкологический диспансер, пациент приходит в онкологический диспансер с вещами и говорит «все, я готов ложиться сегодня». Ему в регистратуре говорит «не-не-не-не-не, сегодня мы вас только запишем к врачу, и то не на сегодня». Не, ну хорошо, я готов ложиться завтра, когда будет операция. Ну, в общем, дальше по тексту вы все это прекрасно знаете. То есть пациента убедили в том, что у него есть все данные, и его нужно срочно лечить, а когда ему врач-онколог на первичном приеме выписывает большое количество направлений на дополнительное обследование, пациент занимается очень популярным нынче делом, пишет жалобы в самые разнообразные инстанции. Поэтому именно пациенты старшей возрастной категории, которые пока еще помнят другие подходы к медицине, они умеют, любят сдавать дополнительные анализы, любят дообследоваться и с пониманием к этому относятся. Поэтому проявление у них всестороннего исследования и уточнения диагноза является и для врача, в том числе, более комфортным. Население планеты Земля продолжительной жизни увеличивается. К счастью, это происходит и в нашей стране. То есть по прогнозам Организации Объединенных Наций количество людей старше 60 лет с каждым годом все будет больше и больше. Ну, правда, детей с каждым годом планируется все меньше и меньше. Но мы сегодня говорим именно о людях старшей возрастной категории. То есть продолжительность жизни будет увеличиваться. Более того, в нашей стране, вы знаете, существуют амбициозные планы, которые, я абсолютно уверен в том, что будут реализованы. Но чем старше становится пациент, тем соответствующим образом риск возникновения, в том числе и злокачественных новообразований, к сожалению, повышается. В основном это связано со вторичными факторами, то есть возникновения злокачественных новообразований, которые связаны с образом жизни, экологией, условиями питания, то есть не связаны с генетическими предпосылками либо дефектами развития во внутриутробном состоянии, то есть то, что чаще встречается, например, у детей. И сейчас я остановлюсь кратко на основных онкологических заболеваниях, которые часто встречаются и у пациентов старшей возрастной категории, и которые, собственно говоря, в нашей стране создают основной пул онкологических заболеваний. Но вы знаете, что в самом свежем, то есть в крайнем отчете онкологической службы нашей страны о количестве вновь выявленных злокачественных опухолей на первое место вышел рак кожи. Рак кожи теперь это самое часто встречающееся заболевание онкологическое в нашей стране. Значит, о причинах его возникновения на предыдущей секции очень подробно рассказывали. Да, старшее поколение у нас не очень часто ходит в солярии, но достаточно часто стало ездить на юг, то есть появились возможности подвергать свою кожу инсоляции, ну и дальше, собственно говоря, по тексту все происходящие изменения на коже. Пока за раннее выявление рака кожи в нашей стране материально врачей первичного звена не стимулируют. Вы знаете, что существует шесть заболеваний, за которые в Москве за первичную диагностику московское правительство платит достаточно хорошие деньги за раннюю диагностику, то есть деньги получает поликлиника и соответствующим образом это проходит проплаты два раза в год. Рак кожи пока туда не входит. И не входит он по той простой причине, что диагностика опухолей кожи, оказывается, является чрезвычайно сложным и хлопотным делом. Дело в том, что при осмотре кожи пациента на предмет наличия новообразований кожи по всем рекомендациям настоятельно рекомендуется оценить состояние всех кожных покровов человека, включая волосистую часть головы, кожу межягодичной складки и стопы. Вспомните, пожалуйста, когда вы в своей практике делали это крайний раз и сколько времени вы смогли на это потратить. Соответствующим образом, так как у нас все-таки в стране врач теперь это сфера услуг, то есть и количество времени ограничено, то осмотр всей кожи, ну, честно, откровенно, мне сложно сказать, что это происходит массово. Но это единственный способ. Да, врачи-дерматологи это делают. Да, у врачей-дерматологов существуют соответствующим образом методички о том, как человек может осмотреть себя. Да, человек молодой, с хорошей остротой зрения, живущий в хорошей квартире, где большая ванна, на двери висит одно зеркало, на стене висит другое зеркало, он, наверное, может это сделать. Но человек старшей возрастной категории это сделать физически не может, потому что, во-первых, гибкость тела уже не та, да и зрение, как говорится, оставляет желать лучшего. И, собственно, эти пациенты, они являются основными, извините, поставщиками новых случаев рака кожи. Первично множественные синхронные опухоли кожи и предопухолевые заболевания кожи могут быть обнаружены до 10% пациентов. Пациенты с немеланомными опухолями кожи имеют более высокий риск развития и меланомы кожи. Использование эпилюминесцентной микроскопии, то есть дерматоскопии, оптической когерентной томографии, существенно повышает точность неинвазивной диагностики и уменьшает потребность выполнения биопсии, но может применяться только обученными этому методу специалисты. То есть дерматоскопии, соответствующим образом современной, цифровой, когда можно создать паспорт кожи, когда можно оценить состояние каждого пигментного образования на коже, ну, во-первых, этому нужно учиться, во-вторых, не у всех есть такие технические возможности. Осмотр кожи при меланоме должен осуществляться, при подозрении на меланому должно осуществляться точно так же, как и при поиске других опухолей кожи, соответствующим образом. Меланома и на коже подошв, и на коже межъягодичных складок, к сожалению, имеет место быть. При подозрении на меланому, в частности на метастатическую, пациента можно направить на ПЭТ-КТ с 18 фторда за всю глюкозой в режиме «все тело». Но ПЭТ-КТ отдельных органов и систем не делается. То есть есть ПЭТ-КТ головы, и, как правило, здесь нужен радиофарм препарат на основе метионина, и ПЭТ-КТ, допустим, с глюкозой в режиме «все тело», который наиболее часто применяется в онкологии. Подозрение на метастатическую меланому является показанием, чтобы пациенты без биопсии направили на ПЭТ-КТ. Дело в том, что метод ПЭТ-КТ основан на накоплении радиофарм препарата, в узлах, которые, где находятся клетки, быстроделящиеся и молодые, к ним относятся клетки воспаления и злокачественных новообразований, соответствующим образом, у больных с подозрением на метастатическую меланому, если не биопсировать первичный очаг, а сразу сделать ПЭТ-КТ, то дальше можно провести просто эксцизию регионарного лимфоузла периферического, который высоко накапливает радиофарм препарат, и из него сделать всю морфологию, всю молекулярку и лечить этого пациента, как говорится, по любым программам. И тогда соответствующим образом не трогать первичный участок, дабы потом не испытывать проблем с его заживлением. Гистологическое исследование, иммуногистохимия и оценка статуса гена БРФ также является принципиальным при постановке диагноза меланома. Рак легкого – это заболевание, которое приносит нашей стране самый большой экономический ущерб. Значит, кроме КТ-скрининга в отношении ранней диагностики рака легкого, человечество ничего пока не придумало. Значит, именно скрининговое КТ, ну, то есть оно может быть использовано в низкодозовом режиме, позволяет в 70% случаев выявить операбельные формы рака легкого. Но помните, что КТ, в технологию КТ заложена гипердиагностика, то есть не нужно об этом забывать, это сделано умышленно, соответствующим образом при выявлении любых изменений в легком. Любых, любым методом флюорографии, рентгеном, КТ пациента в первую очередь нужно направить к врачу в тезиатру. И от него пациент должен прийти со справкой, где в тезиатр пишет, что туберкулеза легких, данных за туберкулез легких не выявлено. Не берите никогда на себя смелость. Либо вам сказал ваш рентгенолог о том, что по его мнению на снимке это не туберкулез. Фтезиатры исключают туберкулез не только методом пересмотра рентгеновских или компьютерных изображений. У них целый арсенал диагностики этого заболевания. Чему я на этом так останавливаюсь? Потому что, к сожалению, в нашей стране продолжают иметь место быть, когда пациента лечат от рака легкого, а в конце концов погибает он от туберкулеза. Туберкулез – социально значимое заболевание. К сожалению, он еще есть. И убедительная просьба – не берите на себя такую ответственность. Фтезиатры делают это лучше. После того, как фтезиатр исключил туберкулез легких, пациента можно направить на ПЭТ-КТ с 18 второго дезоксиоглюкозы без морфологической верификации. Что это дает у больных раком легкого? Значит, если солитарный узел, вы, те, кто был на секции таракальных хирургов, наверняка слушали доклад профессора Пикина, где он рассказывает о том, у него шикарный есть опыт, что ПЭТ-позитивные одиночные очаги в легком удаляются эндоскопически и соответствующим образом дальше уже проводится морфологическая верификация, потому что ПЭТ-позитивные подлежат удалению, а ПЭТ-негативные, ну, в принципе, можно наблюдать, если сопоставить с другими данными. Если речь идет о метастатическом раке легкого, что достаточно часто бывает у пациентов старшей возрастной категории, то подвергать такого пациента бронхоскопии с целью получения биоптата и последующих гистологических и иммуногистокимических исследований, либо подвергать его трансторакальной пункции, на сегодняшний день никакого смысла нет. Эти процедуры, к сожалению, очень неприятные, могут иметь и другие осложнения, но, сделав ПЭТ-КТ, можно соответствующим образом всю морфологию сделать из периферического регионального лимфоузла, который доступен и который накапливает радиофарм препарат, соответствующим образом там же оценить и статус генов эпидермального фактора роста и генов АЛК. При раке молочной железы у женщин, а рак легкого, рак молочной железы у женщин, он в нашей стране, ну, со следующего года обещают во всей стране стимулировать материально врачей первичного звена в Москве стимулируют уже. Значит, при обследовании молочной железы помните, что скринингом является комбинация ультразвука с маммографией. Вот это является скринингом. То есть, и ультразвук делать надо всем. Как правило, во многих клиниках УЗИ делают в кабинете маммографии. То есть, один и тот же доктор, который прошел усовершенствования по УЗИ молочных желез региональных зон, делает УЗИ, после этого он же описывает маммографию в случае необходимости. Если женщина до 40 лет, то, как правило, маммография там строго по показаниям, потому что в силу структуры молочной железы ультразвуковая ценность более высока. У лиц старшей возрастной категории, о которых мы сегодня говорим, соответственно, билатеральное УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов в комбинации с билатеральной маммографией является скринингом. До 10% пациенток, страдающих раком молочной железы, у них болезнь имеет наследственный характер, связана, как правило, с наличием мутации в генах Берсей-1, Берсей-2, это наиболее часто встречающаяся популяция на территории нашей страны. Но у женщин старшей возрастной категории, как правило, такие вещи уже не случаются, это удел более молодой группы женщин. При выявлении опухоли морфологическая верификация в обязательном порядке. И это должна быть гистология, а не цитология. Да, есть методика, которая называется иммуноцитохимия, то есть есть иммуногистохимия, есть иммуноцитохимия. Она есть и в нашей стране, но пока достоверность этой методики, ну, собственно говоря, нарабатывается, будем надеяться. Поэтому только трепан, только корбиопсия и определение сразу в опухоли молекулярно-генетического подтипа, потому что рак молочной железы сегодня лечится исключительно только по уровню экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона, экспрессии ХЕР-2 и индекса пролиферации КИШ-67. Причем при раке молочной железы каждый рецидив должен быть биопсирован и лечат уже соответствующим образом по новой иммуногистохимии. При подозрении на метастатический рак молочной железы ПЭТ-КТС-18 в торгозу ксиглюкозу в режиме все тело, которая будет соответствующим образом в дальнейшем и является отправной точкой для оценки эффективности лекарственной терапии этой пациентки. Рак предстательной железы это самая финансируемая на сегодняшний день злокачественная опухоль для врачей первичного звена. Вы знаете, что в нашей стране благодаря активному скринингу связанному с определением уровня ПСА в крови мужчин за короткий промежуток времени заболеваемость раком предстательной железы у мужчин выросла в разы, а продолжительность населения жизни мужского населения в нашей стране не выросла в разы. Ну, прибавили немножко, но не так принципиально. Значит, в отношении ПСА дискуссия идет следующим образом. С 12-го года в США не проводят скрининг рака простаты здоровым мужчинам, которые, потому что они пришли к выводу, что это может привести к гипердиагностике и избыточному лечению. То есть, если мужчина, то есть, по меркам США, не жалуется на состояние своего здоровья, не мешает своей семье по ночам спать, ну, то есть, как в нашей рекламе, когда ходит мужчина и говорит, там, выключал телевизор, там, закрывал холодильник, там, ну, что-то он делал, то есть, он все время женщине мешает спать, поэтому она его, разумеется, с утра тащит за воротник к врачу-урологу и потом он начинает что-то выпивать и ходит уже домой с цветами. Но, если мужчина ночью спит, никого не беспокоит, то, по мнению рабочей группы профилактической службы Соединенных Штатов Америки, он не подвергается обязательному взятию анализа крови на ПСА, потому что скрининг именно анализ крови на ПСА во всем мире. В нашей стране пока сделать такого нельзя, потому что если отменить, тогда вообще мужская часть нашего общества будет испытывать ну, просто отсутствие полного внимания со стороны медицины. Определение проста специфического антигена именно так расшифровывается ПСА. Помните, что ПСА это не опухолево-специфический, а органно-специфический маркер. Поэтому сыворочный уровень ПСА может повышаться не только при раке простаты, но и при доброкачественной гиперплазии, при хроническом простатите и т.д. Но если у мужчины выявлен повышение ПСА, судьба его печальна. То есть ему будет проведена биопсия простаты сначала из шести точек. Если не найдут, ничего, сделают из двенадцати точек. Если не найдут, сделают из двадцати четырех. Вот представляете, да, вот простата и в нее такие дырокольчики. Ну и после того, как сделают из двадцати четырех точек, соответствующим образом опять ничего не найдут, то мужчине частенько предлагается роботизированная хирургия на аппарате да Винча, ну и дальше по тексту. Значит, но пока это выглядит именно так, я ни в коей мере не собираюсь подвергать эту тактику критики, потому что ничего другого, более эффективного предложить не могу, с моей стороны хочу всем напомнить, что к сдаче анализа крови на ПСА нужно готовиться. У нас не принято об этом рассказывать пациентам, ну потому что, во-первых, нет времени, во-вторых, есть некая убежденность, что если пациенту назначили какое-то обследование, то он прочтет это все в интернете. дорогие друзья, вот вы знаете, мужчина, он устроен таким образом, вот если меня отправили в магазин и мне в записке не написали, что нужно купить не только белый батон, но еще и булку черного хлеба, я его не буду покупать. Мне этого никто не говорил, то есть я так устроен, понимаете, и так устроен не только я, многие мужчины, то есть если доктор протянул направление на анализ и ничего не сказал, значит, ничего делать и не надо. Ну, потому что все знают, что нужно только прийти натощак. Значит, дорогие коллеги, пожалуйста, помните, что после пальцевого исследования, после которого, как правило, выдается направление на ПСА, должно пройти две недели, а направление на анализ действует десять дней. Как получить направление на ПСА, не будучи подвергнутой пальцевому исследованию простаты, но вот это и есть основная цель правильного получения. Разумеется, воздержание от секса, алкоголя, жареной, жирной, острой пищи, велосипеда, зарядки, массажа, УЗИ, ТРУЗИ, но об этом нужно помнить, потому что как только будут повышены цифры ПСА, никто не сможет уберечься от биопсии простаты. Да, колоректальный рак, еще одна опухоль, часто встречающаяся и активно стимулирующаяся первичным звеном, помните, что скрининг это только колоноскопия после адекватной подготовки кишечника. Адекватная подготовка кишечника подразумевает употребление лекарственных препаратов типа Фортранс, которые должны быть приняты с достаточным объемом жидкости и которые очищают кишечник естественным путем сверху вниз. Подготовка колоноскопии методом клизм, ну конечно на сегодняшний день это выглядит немножко странно, но к сожалению бывает. Вот если пациент готовился к колоноскопии клизмами, то колоноскопии можно не делать. Заключение будет называться ректит неясной этиологии и соответствующим образом значит рекомендованы свечки с глицерином ну и дальше собственно говоря контрольное исследование после адекватной подготовки. Клизмы ни с хозяйственным мылом, ни с детским мылом, ни с вазелиновым маслом сегодня для подготовки к колоноскопии применяться не должны достаточное количество лекарственных препаратов. Колоректальный рак относится к категорию раков, которые возникают исключительно из полипов. Растут они долго и даже мы которые всегда по своему интернациональному принципу запрягают медленно мы успеваем полечить больных колоректальным раком, мы меланому не успеваем, она быстро течет, а мы запрягаем медленно. Мы правда едем потом быстро, но куда уже торопиться. У больных колоректальным раком полипы соответствующим образом и являются основными источниками злокачественной опухоли. Помните пожалуйста, что появление полипоза в кишечнике и в желудке связано с сезонными обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта. Когда мы проходили с вами в институте учили язвенную болезнь, гастриты, то весна и осень соответствующим образом периоды обострения этих заболеваний. Поэтому скрининговые колоноскопии и скрининговые ФГДС с точки зрения рака желудка нужно проводить зимой и летом очень удобный вариант. Все уехали летом на дачу а старшая возрастная категория идет на скрининговые колоноскопии и ФГДС ну и соответствующим образом после новогодних праздников они их так бурно не отмечают уже ну во-первых в силу жизненного опыта. Постановка диагноза колоректального рака это конечно же биопсия это гистология оценка статуса генов НРАС КРАС БРАВ и сегодня в обязательном порядке оценка микросателитной нестабильности потому что онкоиммунологические препараты которые могут быть применены для лечения им необходим и этот показатель. Скрининг рака желудка это тоже входит в категорию тех опухолей которые активно стимулируются государством ранняя диагностика является только один-единственный метод эзофага гастродуаденоскопия никакие другие методы никакого смысла не имеют с точки зрения онкологической осторожности метод диагностики который не позволяет взять биопсию ну в общем он считается проведенным как бы ну то есть он требует повтора помните помните что при скрининге рака желудка всегда нужно дополнять ФГДС осмотром гинеколога для женщин и пальцевым рактальным исследованием у мужчин зачем помните да то есть опухоль Крукенберга то есть если рак желудка то соответствующим образом он стреляет в задний до глаз либо у женщин это может быть наоборот то есть из яичников стрелять вверх ну и биопсия гистология оценка экспрессии ХИР-2 рак шейки матки помните пожалуйста о том что скрининг достаточно хорошо наработан биопсия в обязательном порядке при морфологическом подтверждении рака шейки матки все первичные пациенты должны быть подвергнуты ПЭТ-КТ с 18 за оксиглюкозом в режиме все тело и анализ крови на уровень маркера ССС которым в дальнейшем и будут мониторировать помните что для проведения так называемого ПАП-теста или взятия мазка с шейки матки на онкоцитологию или он так называемый ПАП-тест ну то есть Папа Николаю это американец румынского происхождения который придумал окраску этого мазка и обеспечил несколько поколений своих кровных родственников на достаточно интересную и комфортную жизнь помните пожалуйста о том что при взятии мазка с шейки матки на онкоцитологию минимум 48 часов во влагалище женщины не должно ничего быть теперь представьте нашу женщину которая идет к гинекологу и она как следует не подготовилась ну там спринцевание с ромашкой с марганцовкой свечи и т.д.т.п. и это делают женщины всех возрастных категорий женщины старшей возрастной категории которые находятся в менопаузе у которых в силу изменения уровня гормонов наступила еще и сухость влагалища они разумеется активно пользуются ну потому что они отдают себе отчет насколько это будет некомфортно и им и врачу гинекологу мы вот говорили в предыдущих так сказать докладах о том почему вот выявляется так сказать рак эндометрия потому что реже ходят реже ходят это прежде всего еще и в связи с наличием сухости влагалища ну и дальше для минимизации этого дискомфорта женщины находящиеся в менопаузе очень активно пользуются свечами с гормональными компонентами после которых конечно брать мазок шейки матки на онко онкоцитологию ну является будем говорить процедурой на которой процент ошибки достаточно высок получается что взятие мазка на онкоцитологию в первый визит технически невозможно то есть женщине сначала нужно объяснить как готовится только туалет наружных органов и соответствующим образом двое суток полного покоя метод метод жидкостной цитологии он несколько дороже но более информативен позволяет еще и тестировать на вирус папилломы человека и заключение рак почки который часто встречается и у пожилых пациентов помните что это болезнь в скрининг который крайне простой это УЗИ почек из обрешинного пространства рак почки традиционно всегда выявляется случайно ну я имею ввиду в операбельных стадиях современные тенденции развития общества достижение клинической онкологии позволяет усиливать онкологическую насторожность у пациентов старше 60 лет особое внимание в программах дифференциальной диагностики должно уделяться наиболее часто встречающимся злокачественным опухолем человека благодарю за внимание и за то что перерасходовал бессовестный лимит времени благодаря краткости и дисциплинированности предыдущих докладчиков у вас было время спасибо огромное на самом деле коллеги я хочу сказать не вопрос задать а пока вы думаете акцентироваться на то что я до этого три дня слушала какой акцент у нас сейчас делается на развитие на развитие доступности медицины онкологической помощи пациентам на местах и развитие ЦАОПов так называемых центров амбулаторной помощи онкологическим больным два дня назад я с ужасом услышала что именно там будут планируется диагностировать опухоли и потом уже отправлять либо не отправлять пациентов в крупные онкологические центры с одной стороны это правильно ужас вызывает только отсутствие в настоящее время сотрудников но на самом деле большая часть из вас видимо будет работать в этих ЦАОПах именно вот эти знания и нужно будет применять на местах потому что все наши попытки провести скрининг и выявить рак на ранних стадиях они пока на мой взгляд терпят поражение и поэтому работа у нас химиотерапевтов никак не убавляется к сожалению вот да это блестящее я сама много услышала нового для себя поэтому сейчас извините один из наших докладчиков мне звонит задавайте вопросы пока конечно нет я просто коллеге добавлю дело заключается в том что я почему-то так вдохновенно тратил ваше время с рассказом именно на скрининг потому что только люди старшей возрастной категории сегодня с моей точки зрения подлежат некой систематизации в отношении скрининга то есть они точно будут ходить если мы сможем хотя бы организовать для них доступность ну то есть они будут знать что они смогут попасть на прием к врачу и соответствующим образом все процедуры которые там делаются им будут понятны им будут понятны и процедуры которые они могут перенести по своему состоянию здоровья по своим физическим возможностям тогда у нас появляется возможность что они расскажут молодым будут им как-то подсказывать потому что они будут жить долго традиционно собственно говоря мы всегда к народной мудрости и к опыту предков к опыту своих родителей обращаемся так или иначе мы все с вами родом из детства и дело-то в том что именно ранний скрининг в отношении онкологических заболеваний с моей точки зрения он дает один самый прекрасный шанс появляется возможность для радикальной хирургии вот при раке легкого есть момент то есть изначально ПЭТ-КТ создавался именно для диагностики рака легкого но с учетом что это проблема во всем мире ну и естественно первые появившиеся ПЭТ-КТ сканеры были в Америке признаны врагами хирургов ну потому что они как бы уменьшали количество операций из-за того что они естественно выявляли более распространенный процесс так как это в масштабах все тело но дело в том что при том же раке легкого есть следующий удивительный момент если удалось выявить пациента с операбельным процессом и ему провели радикальную хирургию то как правило подавляющим большинство этих пациентов никаких других дополнительных методов лечения не нужно и он живет с высоким качеством жизни и сколько даст Всевышний в том числе и пожилые которые не будут нуждаться в дальнейшем адювантном лечении я хотела задать вопрос все-таки вот Лариса Валентиновна как раз выступала говорила о том что пожилые пациенты это не та категория пациентов которая выполняет очень часто ПЭТ-КТ видимо в силу экономических факторов у нас ПЭТ-КТ только платно в стране существует значит в нашей стране подавляющее большинство ПЭТ-исследований проводится бесплатно системе какой ОМС ВМП да они погружаются в ОМС ну вот в городе Москве 50 тысяч квот в год бесплатно то есть это для московской городской службы значит у нас вся ЦФО сидит там ну вот у нас ПЭТ-ЦФО очень сильно представлен то есть в каждом регионе ну количество бесплатных квот исчисляется тысячами это для пациентов первичных либо те которые получают лечение уже для лимфом очень важно значит это пациенты которые лечатся у онкологов и гематологов то есть и именно и направляют туда именно онкологи и гематологи то есть там комиссии соответствующим образом решают так направляют столько раз сколько нужно там есть такое понятие как цель поэтому разумеется для гематологов это ну там просто архиважно то есть лимфомы на сегодняшний день при наличии ПЭТ не должны лечиться без ПЭТ потому что это позволяет и ну то есть это дает очень большие возможности и это не только разумеется первичные пациенты это и оценка эффективности проводимого лечения и при целом ряде опухоли это ПЭТ-КТ оконтуривание которое еще больше ну то есть заужает вот поле облучения потому что облучается не верхний край ну не по верхнему краю а только участки которые накапливают радиофарм препарат спасибо большое вопросы вопросы есть да а вот на примере Москвы можно привести просто буквально час назад общались со специалистом ПЭТ-КТ в Санкт-Петербурге он говорит чтобы жителям Санкт-Петербурга выполнить ПЭТ-КТ нужно в онкологическом диспансере взять определенную комиссию с определенным количеством подписей что занимает время и потом среднее ожидание время ПЭТ-КТ допустим в Алмазовском центре занимает где-то 3-4 недели то есть достаточно длительные сроки вот на примере Москвы Москвы не могли бы вы привести примерные ну дело в том что Москва ПЭТ-КТ учится в Санкт-Петербурге потому что ПЭТ-КТ в нашей стране появился в Санкт-Петербурге именно в Санкт-Петербурге в институте мозга и в центре Гранова работают ну самые с моей точки зрения опытные самые выдающиеся специалисты в области ПЭТ-КТ диагностики говорю это абсолютно искренне и с огромным уважением значит почему а ну вот существует такая техническая проблема ответить не могу значит комиссии существуют везде то есть везде где ПЭТ по ОМС то есть везде где бесплатно существует комиссии значит в Москве как правило это на уровне то есть направляют как правило поликлиники то есть первичное звено там больший акцент сделан именно на первичных пациентов для того чтобы увеличить количество радикальных операций ну потому что это не ну и попасть вот эти в сроки 14 дней до начала лечения дело в том что по законам ОМС сделать КТ четырех зон в один день никто не разрешит значит соответствующим образом это растягивается по времени а ПЭТ-КТ отдельных органов и систем не проводится то есть там за один день то есть заключение будет через несколько часов или будет утром на мейле у доктора это от макушки до пяток ну либо там до середины бедра в зависимости от поставленной задачи и заболеваний в Москве нет таких очередей но центры которые выполняют задания московского правительства по поводу ПЭТ-КТ в Москве работают семидневку то есть и врачи да они уже работают все на семидневке то есть то что две смены это точно в некоторых уже появилось три ну то есть есть ряд пациентов которые это прежде всего пациенту предлагается когда он приезжает на ПЭТ-КТ не днем а после 22 часов то есть и дальше там сидит доктор то есть хоккозапис потом заканчивается пациент и доктор усаживается в машину вместе с техником уезжает с физиком то есть это система организации в российских городах где меньшее количество квот разумеется ну и меньше пациентов значит там где центры где допустим ну вот Уфа Екатеринбург где там по 5-7-10 тысяч квот бесплатных то есть на бесплатное ПЭТ-КТ у них две комиссии то есть у них есть хирургическая комиссия и химиотерапевтическая комиссия соответствующим образом так как ну чтобы эти потоки не пересекались потому что на хирургической это традиционно первичные пациенты а на химиотерапевтической это так сказать ну все остальные которые там оценка эффективности лечения ну вы знаете сроки ожидания ну это ну меньше рабочей недели меньше рабочей недели потому что ну сегодня государство поддерживает это направление поэтому все очень сильно стараются реализовать ну вы догадываетесь что вот врачи ПЭТ-КТ в Москве которые на 7 дневки но это не по зову сердца это потому что сказали что так надо ну по-другому не получается у них же еще и нагрузка лучевая у врачей поэтому они ну и плюс время то есть там 30-40 минут человек должен пациент должен лежать с РФП ну они там вот выстроены конвейер а потом он 30-40 минут в сканере а дальше доктор смотрит изображение и есть еще такое понятие как двухэтапное сканирование то есть если доктор считает нужно то пациента отправляют погулять на 2-3 часа а потом еще раз пропускают его через сканер но второй раз радиофарм препарат не вводят ну там просто смотрят как изменится метаболизм при отдельных локализациях это выполнение мы для наших пациентов обязательно с внутривенным контрастированием препарата йода и сейчас мы столкнулись с такой проблемой что мы пишем направление и те пациенты которые выполняют это исследование платно им выполняется вот это и ПЭТ КТ с радиоактивной глюкозой и с внутривенным введением контрастирования йода а те которые вот мы не можем понять те которые по квоте им там идут какие-то ограничения или просто они не смотрят на наши рекомендации или мы сталкиваемся с другой проблемой когда пациентам не нужно выполнять ПЭТ КТ в периоде наблюдения и мы просим КТ с внутривенным контрастированием мы можем сделать четырех зон их наоборот из регионов отправляют в центры Москвы или Санкт-Петербурга на ПЭТ КТ и выполняют его без внутривенного контрастирования и получается что мы опять вот в этом порочном кругу спасибо 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 за такой очень важный вопрос действительно подобные случаи к сожалению имеют место быть значит еще раз подчеркиваю что показания для проведения того или иного метода определяет врач то есть и в направлении КТ и в направлении ПЭТ КТ и в направлении ну в любом есть такое понятие цель исследования поэтому если доктор считает что он ограничится допустим КТ четырех зон ну значит у него есть для этого некие обоснования дело в том что сравнить например ПЭТ КТ с КТ невозможно дело в том что в ПЭТ КТ КТшная часть неполноценная она не просто низкодозовая она выполняет роль навигатора то есть там можно чисто технически разделить изображение то есть будет оценка метаболизма то есть такие красивые картинки с яркими пятнышками и будут такие мутные картинки с какими-то очертаниями КТшная составляющая а потом когда их накладывают вместе получается ну вот то что собственно говоря получается но сравнить их нельзя потому что в ПЭТ КТ КТ это навигация дело в том что например когда по ПЭТ КТ определяется ну допустим одиночный узел в легком который накапливает радиофарм препарат и который ну в общем нужно убрать удалить хирургически и потом уже делать из него всю верификацию врач таракальный хирург абсолютно правомочно назначает после ПЭТ КТ этому пациенту КТ с контрастом КТ грудной клетки потому что это КТ видит лучше систему координат дальше он диск помещает в свой компьютер либо он у него стоит в программе и начинает в формате 3D ну как это называется джойстиком играть попадет он в слой или не попадет значит к вопросу о том что нужно ли внутривенное контрастирование значит при проведении ПЭТ КТ внутривенное контрастирование не является обязательным то есть это опять же ну вот та цель с которой направил доктор то есть в этом нет вот некой такой вот необходимости что это является неизбежно составляющим вариантом значит в тех местах ну вот про допустим бесплатные квоты ПЭТ КТ с контрастированием внутривенным это просто количество квот выделено из этих квот ну вот допустим там 10 тысяч и из них тысяча с внутривенным контрастированием потому что контраст нужно закупить более того сегодня контрасты на йод есть пациенты у которых аллергия поэтому стараются еще и покупать не йодные контрасты просто чтобы они были ну вот наверное только так смогу ответить на этот вопрос что вы что вы хотите что вы что вы Продолжение следует...